По ночам здесь давно уже заморозки. Житель польского посёлка Черемха, неподалёку от закрытой приграничной зоны с Белоруссией, отправляется в лес на поиски людей, нуждающихся в помощи. Он показывает место, где раньше заметил импровизированный лагерь мигрантов. Люди умирают. В лесу находят тела. Но никто не говорит об этом. Он испытывает стыд и ярость от того, как польские власти обходятся с беженцами. А это склад в паре километров оттуда. Беата – одна из волонтёров, которые пытаются помочь мигрантам. По её словам, многих из тех, кого она повстречала в этом лесу, польские пограничники вытесняли на территорию Белоруссии. Причём по многу раз. Они хотят немного согреться, побриться, умыться. Они спрашивают, есть ли где-нибудь место, в котором они могли бы хоть ненадолго спрятаться и поспать. К сожалению, мы не в состоянии предложить им это. Беата крайне разочарована ролью, которую в этой ситуации играет Евросоюз. У меня сложилось впечатление, что Евросоюз поддерживает действия Польши, которая нарушает международное право. У нас действуют довольно чёткие правила по предоставлению убежища. И здесь не нужно ничего изобретать заново. Но именно это сейчас и происходит в Польше. Власти изменили миграционное законодательство, чтобы возвращать людей за пределы страны. Местные чиновники заявляют, ситуация требует изменения устоявшихся практик. Международные нормы о предоставлении убежища, в том числе Женевская конвенция, были написаны в 50-е годы прошлого века, задолго до того, как нам пришлось иметь дело с Лукашенко. В последние дни ситуация на польско-белорусской границе стала спокойнее. Мигрантов здесь стало меньше, по крайней мере, на данный момент. Но приграничная зона остаётся закрытой для посетителей, в том числе для журналистов. А военнослужащие всё ещё находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Не похоже, что Варшава в последнее время вновь решит открыть приграничную зону, несмотря на то, что правозащитные организации бьют тревогу. Погодные условия в лесу на границе с каждым днём становятся всё более невыносимыми. Продолжение следует...